привет собираем канале панга один воскресенье очень солнечная погода вообще конечно это уже выбилось лето в японии из каких-то устоев порядка в общем дожди то жара то потом дожди в общем такой какой-то какая-то каша такой каламбур вот и сейчас да сейчас не не душно хотя вчера уже немного попарила но как сказать ну солнышко так за тучками пряталась очень хорошо свежо вот пасмурно ну с одной стороны классно комфортно ходить гулять но с другой стороны нестандартно для японии что август и начало сентября это такое мягкие теплые солнечные дни я сейчас иду на станцию такая ну да другую станцию которая вверху от моего дома так сейчас еду в камакуру сейчас занятия там вот по рисованию вот но сейчас так пока вкратце пока иду расскажу вам историю который уже и получила продолжение по поводу человека который даут он наш но получил гражданство японии то есть по большому счету нужно так сказать японец по законодательному уровню в общем он когда он летал на родину прилетел обратно в японию на вторую родину и все узнаете да сейчас министерство образования выставила постановление не закон а постановление большие две разницы так на всякий случай в общем постановление то что всех принудительном порядке на телефон устанавливают приложение которое может сказать отслеживает вас вот вы должны там в течение 30 секунд там она не вам позвонит вы должны чтение 30 секунд держать лицо на видео вот они фиксируют его вот могут присылать вам сообщение вы должны отвечать там очень получает это приложение имеет доступ к аудио видео на вашем телефоне то есть в любой момент по большому счету они могут подключиться вы понимаете в общем о чем я говорю ну и в общем этот человек я так куда вкратце перерассказываем что в первый раз здесь на моем канале поэтому я расскажу да вкратце очень как бы он прилетел мы установили это приложение без этого никак вы не пройдете не выйдете с аэропорта и даже министерство здравоохранения поправить и сказал образование там ну да ладно в общем но постановилось что всем иностранцам пребывающим по учебным и рабочим визам здесь еще учебные есть я даже не в курсе ну да ладно 80 кто не установит аннулирование визы и досвидос как бы вот так вот по поводу резидентов не знаю но не исключено что мы возможно даже могут лишить и резидент стану счет такой интересный вопрос хотя вот это же говорят о постановлении это не закон получение пмж имея не имеет обратной силы но в общем только сидом какое-нибудь преступление не сделал то держит юридические проволочки вот ну понятно что если допустим с резидент ну ладно там еще можно пойти там судиться доказать что-то нарушение прав человека да а человек который приехал там по рабочей визе и там по учебной будет это рисковать нет конечно он не будет рисковать он установит это приложение да и говорится дело шляпе но очень человек прилетел установили заставили вот самый интересный момент такой когда он проходил ему дали бумажку о том что он ознакомлен с этим приложением вот и там говорится там не подписи компании которые да вот заставляет вас это вообще просто он должен просто написать что я ознакомился потому что он не внимательно почитал там не было такого чтоб нельзя там отказаться просто я ознакомлен тоже хитро сделано то есть японцы тоже боятся если вдруг кто-то будет судиться потому что если там будет указание что я застану вы обязаны это же нарушение законов этого не так вот так на испуг берут 8 установил приложение вышел с аэропорта приехал домой вот его даже сразу же позвонили чекин на сделали что он действительно дома вот и он удалил приложение а ему звонят какой-то наяривать телефон ему японию еще принято и принципе я так сама я не отвечаю никогда на незнакомые звонки то есть мне звонят я никого не жду до свидос так сама же он и получается позвонили он пробил по базе что это телефон телефону это государственный вот он подождал они опять ему перезвонили сказали вот что-то у нас тут ошибка в программе не выдает что не можем вас отследить нет к вам доступа не видео не аудио вы поняли да то есть они уже как пробивали там и так и так не можем не под не прослужить вас не увидеть вот он сказал да я удалил предложение почему удалить моем телефоне у меня секретная информация у меня банк здесь какое-то приложение имеет доступ ко всему у меня это не так у меня не нравится ну вы же читали бумажку когда в аэропорту он говорит и где там написано что я обязан ее устанавливать и очень это женщина которая звонила очень очень интересным хитрым способом пыталась заставить его ответить что он отказывается предоставлять им информацию вот ну а мой друг он тоже как говорится не из робких он он хорошо очень владеет японским и он начал нет ни не что что я готов вам предоставлять информацию пожалуйста по skype вы мне можете позвонить там по line там подали ну какому-либо другому мессенджеру без проблем она нет 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 мы не со skype он не с мессенджером не зумом вот только через наше приложение будем с вами работать он нет я не хочу это приложение я готов вам предоставлять любую информацию любыми другими средствами чести приложений которые меня устраивают они через то предложение которое мне непонятно я не хочу его устанавливать в итоге она все пыталась нет так вы значит отказываетесь он нет я не отказываюсь но готов предоставить он тем-то 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 чем первый раз в истории японка психанула и бросила трубку он был в шоке ночью спустя пару дней к нему звонят в дверь и он может вы не поверите кто охрана то есть не полиция не государственная служба частная охранная компания есть такая в японии алсак вот который занимается просто до сигнализация охрана объектов то есть просто охрана частной компании что как сделали хитро в японии они передали то есть не в полицию а именно от охранной компании уже по закону не имеет право полиция ходить и требовать устанавливать проверять ваше приложение понимаете давать как хитро сделали в общем охрана компании проходит ходил к нему домой и узнавала почему он удалил приложение но он сказал увидел там этот видеофон что это охрана варс какого перепу я вам должен открывать двери и не открывал говорит кто вы такие вот если бы пришли там до полицейские я бы открыл да это прыгнул представители правопорядка это вообще в частной компании кто это почему это не буду ничем открывать но это я не ходили входили ходили и забили болт то есть ну подождем еще немножко будет ли какое-то продолжение то есть я к чему что вот видите это на законном уровне они ничего не могут сделать потому что они понимают что это будет тоже нарушение порядка он гражданин японии муза и засудить просто ну и в итоге они от него отстали вот вот так вот такие вот правопорядки то есть японцы сами нарушая закон пытается других заставить нарушить закон но так как понимает что если там будет какие-то судебные разбирательства то они проиграют поэтому вот так вот хитрыми путями предоставили информацию мощах с какого перепугу мои данные дали какой-то охраны компании но вот я не буду в эту туда лезть вот я просто вот игнорирую вот и все вот а по поводу беременной женщины которая больницы отказались принять роды умер ребенок все спрашивают ну какое продолжение истории они какое тишина в эфире и так и будет все это я же говорю это спустили на тормозах там немножко пошумели там местные газетенки в интернете и все здесь что там вроде какой-то не там собрали онлайн совещание врачей и реже приняли решение что нужно создать комиссию которая будет контролировать наличие в больницах боксов для беременных болеющих к видам все какие там последствия наказания там не хочу вы тут как на болоте поэтому я говорю медицину японии она очень своеобразная то есть с одной стороны можно найти хорошего доктора но с другой стороны в основном тут упор сделать на клинике вам таблеточку дадут и все спасибо до свидания а в реале и тут столько историй таких просто капец что моя электричка пенчо да точнее поезд блин короче электрички все нам сюда ну что я уже приехал в камакура или как многие любят говорить камакура сейчас еду в свою студию скоро там начнется у меня занятия погодка здесь тоже сейчас такой на дождик уже потихоньку накрапывает но уже осень приходит начать листики желтые то подать здесь камакура уже такая паркость прямо ты приехал вышел в поезда сразу после нас как прямо тут вообще так сказать спритык к океану побережью здесь уже паркость и потому что сейчас все дождик накрапывает елки-палки какой раритет однако кстати по поводу вот автомобили сразу вспомнился мне один вопрос когда-то спрашивали по поводу дрифтеров в японии многие насмотрелись там да этот этот форсаж все думают нам японии дрифтят по улицам там все творится кинуха в жизни такой конечно никто не будет тут есть два ипподрома место где можно подрифтить там вот они съезжаются такие все там точилы классные вот я знаю там недалеко от кавасаки вот они там на вот этом площадке там бесятся стирает резину по улицам нет тут столько жесткие законы сразу лишение водительских лицензий все остальное поэтому меня просто спрашивали молотом где то можно познакомиться с директором погонять по улицам тут такого нету даже вот этим владельца таких машин и вообще там кто дрифтует о чем они так не превышает скорость они по улице еду тихонько надеюсь на что их можно отличить их можно за километр услышать уже в них кровь бьет по жилам они на газ нажимают постоянно вот но едут спокойно не превышай скорости законы тут жестко все соблюдают здесь подписчиков да не только один спросили по поводу предыдущие видео что там я когда разговаривал сайта сам соседом до чего перевод не сделал там банальный перевод он просто у меня спрашивала где находится твоя студия потому что у меня сейчас как раз он работает по стрижке зелени камакура вот и вот он спрашивает как пройти ему просто объяснял что вот от станции там направо повернете пройдете там будет магазинчик потом будет ресторанчик вот здесь ресторанчик такой этот вся бы вся бы кто не знает что такое щава щава у меня есть отдельное видео посвященное этому хочу искал супу в общем это японская кухня практически варится или в соусе в горячей воде различные части там тела коровы или свинины мясо там овощи в общем все это варится эту я говорю вот тут магазинчик лавсун что моя студия находится практически там уже пляж вдали виднеется а вот здесь вот вот в этом здании моя арт-студия вот моя студия из прошлого занятия так ну что сейчас буду тут подготавливаться и потом уже продолжу а это папа мамоко доброе утро вот такой вот сегодня у нас получилось дождик припустился блин мне так хочется сейчас глядит на океан просто ради интереса елки-палки сколько серфингистов как тюлени там в воде в воде я очень люблю вообще морской воздух сейчас вообще красота ветра нет такой легкие волны и морской запах класс правда немножко дождик моросит но все равно это абсолютно не мешает пройтись прогуляться и получить самый настоящий кайф в этом году вообще практически можно сказать не купался когда хотел когда жара было заболел а сейчас уже вроде как-то и не слишком тянет не это 7 я покупал чтобы класс ну все пора домой не а а а а а а а а и кто это кто это тут к нам идет к нами на к сайта гранта мимо чел ну пошли покушаем наш любимый ресторанчик мы здесь часто заходим так ничего сегодня мы покушаем я как всегда лапшичку я очень люблю они там это на не то ли ты что вышку без понятия ладно идем серединку зашли значит мы в этот ресторанчик я как всегда заказал лапшу я очень обожаю ушел ушел тут лапшу но вот ну как всегда сервис японский нам сразу принесли чай холодную еще до того как мы что-то заказали какой пока мы еще не поели красавчик ну я красавчик такая вкусняшечка мне сеня подвалила это кстати этот угарь чисто все так в японских традициях на общем все вкусненько по японски это у ноги эти угри ну сейчас будем пробовать вкусно тихо ну сейчас попробуем угря класс что там к нам принесли что там которое Субтитры сделал DimaTorzok Не все многие знают, но допустим, если будете, когда в Японии, вам подадут на тарелки вот такая деревянная штучка, все думают, что это такое, да, вот все, для чего, как это использовать, вам нужно аккуратненько вынуть вот такой чоп, да, забитый, и там, да, там спать, то есть острая специальность, там скорее всего будет хлебак красного, видите вот, так? Там черный перец вообще, да, закрылись, это чисто по-японски вот так вот, перечница, да, тут подается, будете теперь знать. Ну, на этом все, видео заканчивается, спасибо, что были с нами, спасибо за ваши лайки, огромное спасибо, это очень хорошо продвигает наш контент, так что большое спасибо вам за вашу поддержку, за те, кто подписался на сайт Патреон, Также не забываем про канал Телеграм, вы всегда будете в курсе, вовремя оповещены о выходе нового видео, и вообще там можно со мной даже пообщаться, там писать комментарии свободно, как бы, без проблем. Все, с вами был Пангаджин и Пани Канами, пока-пока! Па-пока-пока! Па-пока! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...